Музыкальное образование с ранних лет. В рамках республиканского проекта «Музыка для всех» в селе Чапаева, Хангаласского Улуса, начала свою работу детская музыкальная студия под названием «Дорэми», где детей с 4 лет обучают игре на музыкальных инструментах. Подробнее в сюжете Виолеты Засимовой. Республиканский проект «Музыка для всех» стартовал в 2013 году по инициативе первого президента республики Михаила Николаева. И основной его идеей является музыкальное образование как эффективный инструмент, влияющий на духовное, интеллектуальное и нравственное развитие подрастающего поколения. В летней музыкальной студии «Дорэми», действующей на базе местной детской театральной школы, 45 детей дошкольного и раннего школьного возраста в течение трех недель будут обучаться игре на скрипке и фортепиано. Наш первый президент Михаил Фимович говорит, всегда говорит, что надо обучать детей с ранних возрастов, то есть с трех лет. Тогда у ребенка развивается интеллект «У». Преподают детишкам игру на скрипке и фортепиано два опытных музыкальных педагога из Якутска. До обеда проходят групповые занятия, после обеда – индивидуальные. Эта методика интересна тем, что уже можно заниматься с маленькими детьми. Скажем, в нашей группе есть и четырехлетняя девочка, пятилетки, шестилетки. Мы уже начинаем как бы семилетними детьми заниматься уже, которые идут в первый класс. Вот, конечно, поэтому как-то немножко в нове. Но я думаю, что для меня это полезно и тоже своеобразный опыт. Говорят же, если человек талантлив или ленивым будет, у него мало что получится. А если ребенок может быть даже средне талантливый там, или чуть, да, выше среднего, если он будет регулярно заниматься, как бы очень добросовестно, усердно там идти, кропотливо, у него даже могут быть очень даже хорошие результаты, стабильные. Летняя музыкальная студия «Доры Ми» проработает до конца августа. По ее окончании дети будут уметь играть несложные мелодии на выбранном инструменте, и, что самое главное, приобретут навыки и знания, позволяющие успешно продолжить свое музыкальное образование уже в качестве полноправных воспитанников детской театральной школы. Виолетта Зосимова, Александр Юрков, НВК САХА, Англасский УЛУС.